МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот характерная картина грузинских нравов середины XIX века. Тифлисский губернатор разбирает жалобу почтового чиновника на князя Ростома Церетели. Старый князь искренне не понимает, что от него хотят и в чем он провинился. Да, приходил на почту за посылкой, но не он, а его оскорбил чиновник, который не поверил ему на слово в том, что он действительно не кто-нибудь, а князь Ростом Церетели. Не слыханное дело, с него потребовали какое-то удостоверение. Бумажку. И без длинных слов разгневанный грузинский князь схватил чиновника за шиворот, согнул и огрел палкой три раза. Как вы понимаете, чиновник был совершенно прав и действовал строго по правилам. А князь жил, как привык жить. Ибо в Грузии это первые люди. Они могут позволить себе и своеволие, и упрямство. Так принято в этом патриархальном мире. К нему можно относиться по-разному. В патриархальности даже есть свое очарование. И сами грузины впоследствии вспоминали подобные истории с неизменной улыбкой. Но при этом они хорошо понимали, что это был настоящий кризис культуры. В первую очередь просвещение. Для Грузии середины 19 века весьма серьезная проблема. Грузии середины 19 века. 24 мая 1848 года в Тифлис прибыл новый наместник Кавказа и командующий отдельным кавказским корпусом граф Воронцов. Следуя своему правилу, он приехал в город поздно ночью. И все равно его встречали. Жители Тифлиса приветствовали Воронцова на всем пути по городу, вплоть до самого дворца-наместника. Здесь, в этом дворце, Михаил Семенович Воронцов будет трудиться почти 10 лет. Работать над устроением огромного края. Я напомню, наместник Кавказа командовал не только Грузией, но и всем Северным Кавказом, где все еще шла война с горцами, а еще Азербайджаном и Арменией. Нужно сказать прямо. Воронцову досталось очень тяжелое наследство. Это справедливо, даже если мы будем говорить только о Грузии. Воронцов это хорошо понимал. Ему было 63 года. Он был человеком опытным. Долгие годы управлял Новороссийским и Бессарабским краем. Привел его в цветущее состояние. А потому о новом назначении думал без восторга. «Почитаю поручение это, превышающим мои силы», повторял он в те дни своим самым близким людям. И от Николая Первого не скрывал своих сомнений. Но государь настоял. У него просто не было второго Воронцова. Настоящее имперское строительство. В лучшем смысле этого слова. Я повторяю, в лучшем требует особых дарований. Как, впрочем, любое дело, но это особенно. Первые месяцы, насколько это было возможно, Воронцов проводит в бесконечных поездках по Кавказу. Посещает разные области Грузии. Изучает ту самую самобытность. И вот однажды Воронцову докладывают, что поймана шайка разбойников, ограбивших почту. Но самое главное, в числе этих разбойников оказался молодой грузинский князь. Ситуация для Грузии неслыханная. Воронцов был очень опечален этим известием. Конечно, преступники были строго наказаны. Их приговорили к каторжным работам навечно. Однако грузинское общество долго не могло забыть эту историю. Об этом говорили везде и всюду. И тогда граф Воронцов на одном из приемов спросил у грузинских дам о причине этого волнения. Неужели вам так жалко несколько человек, сосланных в Сибирь? Княгиня Манана Арбелиани ответила так. Мы горюем от того, что эти проклятые опозорили грузинское имя. Они сошли с того пути, по которому вели их родные обычаи и вера. Воронцов улыбнулся, поцеловал руку княгине, утешил ее, как мог. А потом стал говорить, ну, как бы отвечая самому себе, что грузия – это сад. Но сад совсем не похожий на другие сады. И садовник тут нужен особый для цветов, произрастающих в этом саду. Если продолжать это сравнение, нужно сказать вот о чем. Российская империя, включив свои пределы Грузию, поставила ее перед лицом европейской цивилизации. Тем самым к древу традиционной грузинской культуры была сделана очень болезненная прививка. Цивилизация разрушала традиционное общество. В этой ситуации особенно нужна деятельность таких людей, как Воронцов. Он всеми силами старался поддержать грузинскую традицию. Ради этого стал привлекать грузинскую аристократию к управлению Грузией. Во времена Воронцова в различных учреждениях кавказского наместничества не было недостатка в русских чиновниках. Это были люди разные, и не все, далеко не все были образцом добродетели. Но зато это были люди подготовленные, они знали в деталях все, что касается гражданского управления. А грузины не знали. Но Михаила Семеновича это мало смущало. И он продолжал упорно гнуть свою линию. Тут очень часто возникали, ну прямо-таки, комические ситуации. Взять хотя бы историю генерала Ивана Малхазовича Андронникова. Это был тип истинного грузинского князя. Владелец имений, храбрый офицер, но без всякого образования и плохо, очень плохо владевший русским языком. Граф Воронцов назначил его тифлистским губернатором. И вот его первый рабочий день. Управляющий канцелярией подносит новоиспеченному губернатору несколько десятков бланков подорожных для подписи. Подписав, князь Андронников спрашивает, что еще есть делать? Получает ответ, больше ничего. Князь облегченно вздыхает. Ну, я думал, управлять губернией очень сложно. А эдак я и двумя губерниями могу управлять. Понятно, что привлечение подобных князей Андронниковых к государственной деятельности было своего рода авансом. Но это себя оправдывало. И не только благодаря добросовестности представителей грузинской знати. Тут особую роль сыграла созданная Воронцовым уникальная школа европейского просвещения и культуры, в том числе государственной культуры. Эта школа находилась здесь, во дворце наместника. При этом, на самом деле, тут никто никого специально ничему не учил. Тут общались. Воронцовы жили открыто. Строгий распорядок дня. Широчайший кругозор. Благожелательное отношение к сотрудникам. И, конечно, сама безупречная манера поведения графа Воронцова это действовало как живой пример. Лучший способ обучения, между прочим. Этого было достаточно, чтобы приобщить грузинское общество к культурной традиции и практике Российской империи. Что-то очень важно изменилось в грузинской жизни к концу правления Воронцова. В обществе пробуждается тяга к просвещению, жажда знаний. Грузинская молодежь отправляется в Петербург, в столицу империи, учиться в университете. В апреле 1859 года собирается в дальний путь 18-летний Акаки Церетели, будущий прославленный грузинский поэт, один из столпов грузинской интеллигенции. Он был сыном того самого простодушного князя Ростома Церетели, который, помните, учил почтового чиновника правильной жизни. А теперь князь отправляет своего младшего сына в Петербург, в Россию. И при этом обязывает его сначала побывать в Одессе и посетить вдову Воронцова, княгиню Елизавету Ксаверевну. В качестве подарка старый князь посылает ей резное распятие. «Княгиня Воронцова, – вспоминал впоследствии Акаки Церетели, – приняла меня, точно сына, с истинной материнскую ласкою. «Значит, грузины еще помнят нас, – с радостью говорила княгиня. «Надеюсь, они не скоро забудут моего мужа. Пока не исчезнет память о Грузии, будет жить имя Воронцова», – отвечал молодой князь. По собственному признанию он всего лишь повторил все то, что с детства слышал в каждом грузинском доме. Однако пройдет всего несколько лет, и Акаки Церетели будет вспоминать эту историю с иронией. У него изменятся мировоззрения, взгляды, появятся передовые идеи. Я сейчас не говорю о знаниях, об университете, только об идеях, усвоенных в школе русской революционной демократии. Когда грузинские елуши, еще такие неопытные, наивные, оказались в Петербурге, столице русской культуры, перед ними открылся огромный мир. Этот мир был очень сложный, противоречивый. В нем сталкивались разные идеи, направления, мысли. Тут и Белинский с Добролюбовым, и Тургенев, и Некрасов, и Чернышевский, и Тютчев. Западники, славянофилы, множество книг, журналы. И не только Некрасовский современник. Глаза разбегаются. В этом мире легко было потеряться человеку молодому и неопытному. Легко было увлечься передовыми, так сказать, идеями, популярными, модными. Большинство грузинских юношей в Петербурге не избежали таких увлечений. В том числе и Акаки Церетели. Хотя он, быть может, менее других своих пылких собратьев. Держался Акакий особняком. Он учился. Жадно слушал лекции знаменитых петербургских профессоров. Тогда как другие грузинские студенты жадно внимали только одному человеку. Своему кумиру Чернышевскому. Они могли его слушать бесконечно. На петербургскую квартиру Чернышевского или на его дачу в Павловске грузинские студенты будут приходить, ну, чуть ли не ежедневно. Они будут приходить туда, как в храм. Чернышевский станет для них пророком, учителем. Все пророчества Николая Гавриловича сегодня очень хорошо известны. По его роману «Что делать?». Сам роман тогда еще не написан, но его идеи вполне созрели. И оформились в подлинно революционное вероисповедание. Судя по воспоминаниям одного из грузинских студентов, он сразу понял, что к чему. Что их учитель неважного мнения о царе и его министрах. Что его фетиш народ. И что прогресс безостановочен и бессмертен. Ну, а дорогу этому самому прогрессу должны расчистить новые люди с помощью революции. Ох, и счастливая судьба ожидает этих новых людей. Молодым красавцам-грузинам очень хотелось попасть в число избранных счастливцев. И они вновь и вновь приходили к Чернышевским в своих щегольских костюмах с модными тогда бородами и с прическами а-ля Гарибальди. Многие настолько основательно втянулись в передовое движение, что исковеркали себе жизнь. За участие в студенческих беспорядках 11 студентов грузин будут арестованы. В университет они больше не вернутся. Илья Чевчевадзе, в будущем знаменитый писатель и общественный деятель Грузии, чудом избежит ареста. Но и ему придется покинуть Петербургский университет и вернуться на родину. В Грузию Илья Чевчевадзе возвращался по военно-грузинской дороге. За Владикавказом дорога идет вдоль терека, потом поднимается на Крестовый перевал. И здесь, как напишет Илья, когда на меня подул ветерок моей страны, я испытал сильное волнение, множество самых разных мыслей пронеслось в его голове. Как встречусь я со своей страной, думает он, и как она встретит меня. Что я скажу своей стране, и что она скажет мне. Четыре года в Петербурге не прошли для него бесследно. Теперь он знает, что делать. Прежде всего, облегчать народные страдания, утешить скорбящего, осушить слезы плачущего. И снова сомнение. Смогу ли я? Смогу ли я сказать громкое слово? Илья Чевчевадзе проживет необыкновенную жизнь. Очень плодотворную и деятельную. Грузия услышит его громкое слово. И не только грузинская интеллигенция, но и самые простые люди, грузинские пастухи, будут говорить о том, что наш народ под его защитой. Это дом Ильи Чевчевадзе в селении Сагурамо, близнецхета. Дом сохраняется как национальная святыня. Теперь здесь музей писателя. Он построил этот дом в 1895 году в имении жены. С момента возвращения в Грузию молодого Ильи прошло уже более 30 лет. В это время Чевчевадзе – один из самых известных и уважаемых людей Грузии. В своем доме он принимал множество самых разных грузинских деятелей. И не только грузинских, прежде всего, писателей, журналистов. Но один раз в году, 20 июля, здесь, в Сагурамо, как говорят, собиралась вся Грузия. Столь многолюдно праздновались именины писателя. Одно из самых известных произведений Чевчевадзе называется так «Человек ли он?». В свое время повесть молодого писателя изрядно взбудоражила грузинское общество. Она напечатана в 1863 году, накануне отмены крепостного права в Грузии. Главный персонаж повести – кахетинский князь Луарсап Таткаридзе. Это хорошо узнаваемый человеческий тип, он взят из жизни. Да и мы с вами уже встречались с таким недалеким, грубоватым, но в целом весьма добродушным представителем грузинской аристократии. Но писатель как будто вовсе отказывает этим людям в звании человека. Ну какой же это человек, если он только ест, пьет, вспоминает старые добрые времена и не знает даже грамоты? Надо сказать, что не только в литературе, но и в самой жизни Чевчевадзе выражался резко и прямо. Ну вот типичный случай. На дворянском собрании обсуждается предстоящая отмена крепостного права. Во время прений встает молодой писатель и заявляет. Крестьянам нужно отдать всю землю. Для большинства присутствующих это абсолютно неприемлемо. Один из князей выхватывает кинжал и с бранью набрасывается на Чевчевадзе. Те, кто находились рядом, пытаются удержать разъяренного князя. Но он продолжает кричать. Пустите! Пустите меня! Я убью его! Как мы помним, наместник Кавказа Воронцов в свое время проводил по отношению к грузинской аристократии совершенно иную политику. Разумеется, он тоже желал Грузии благоденствия. Но средства для достижения этой цели использовал иные. Гражданский мир был для него важнейшим условием. Илья Чевчевадзе, напротив, призывал грузин к борьбе. К героической борьбе с самодержавием. Он считал грузин поверженным народом. Народом угнетенным, который необходимо избавить от ига Российской империи. Грузинский поэт Григорий Орубелиани попытался защитить Воронцовскую школу и вообще русское правление, которое с его точки зрения не противоречило грузинским традициям. Он написал стихотворный ответ сыновьям. В нем есть горькие строчки о том, что его родина измельчала. Судьбой и надеждами Грузии лжепоэтов овладела рать. Илья Чевчевадзе не мог промолчать. Он оспорил позицию Орбелиани в стихотворении «Ответ на ответ». В молодые годы Илья восхищался поэзией Орбелиани. Теперь он обвинил его и всех так называемых отцов в предательстве Родины. Вот как это звучит по-русски в переводе Баррика. Наверное, Белинский и Чернышевский в свое время одобрили бы такую поэзию. Они бы могли гордиться своими грузинскими учениками. И грузинской интеллигенцией она была плоть от плоти русской интеллигенции. Тут практически все общее. И устремление, и надежда, и главный враг российское государство, и его самодержавная власть. Обычно в таких ситуациях спорить бессмысленно. Тут не действует ни логика, ни аргументы. К тому же можно всегда указать на реальные недостатки, ошибки российских деятелей, чиновников, политиков. Все это было, есть и будет. И все-таки один факт мне бы хотелось здесь отметить. Через несколько лет после спора Чевчевадзе и Орбелиани, в результате очередной русско-турецкой войны Батумская область была воссоединена с территорией Грузии. Прежде эта область несколько столетий принадлежала туркам. Проклятое российское самодержавие продолжало собирать грузинские земли. В 1918 году, после распада империи, эти земли составят независимую Грузинскую республику. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы» в цикле «Грузинская песнь России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова